Всем привет, друзья! Сегодня я нахожусь в музее братьев Кличко и в этом видео я расскажу вам и покажу про три уникальных халата, в котором выходили Владимир и Виталий. Поехали! FUA. Тот самый магазин для спорта. Вы видите три уникальных боксерских халата, которые были пошиты специально для братьев Кличко. Каждый из них весит по 15 килограмм. Объясню, почему они весят 15 килограмм. Они сделаны из натуральной кожи, стриженного пони. И вот когда проводишь по самому халату, то чувствуешь этот ворс. Еще особой роскоши этим халатом добавляет то, что края и все вышивки сделаны из золотой нити. Это нереально выглядит и никакие Versace от Макгрегора так не выглядят. И такое ощущение, как будто ты находишься где-то в Средней Азии и примерно такие халаты там и носят. Качество выполненной работы здесь реально на высоте, потому как это спецзаказ. И я хотел бы обратить внимание на детали этого халата. Сверху у нас идет капюшон. Сбоку вот что-то похожее как на погоны. Они идут везде в трех халатах. Также под сердцем, с внутренней стороны, идет логотип Hugo Boss, главного спонсора братьев Кличко. Он здесь есть и на том халате тоже. Снизу у нас пояс и сзади надпись Кличко. Это на красном есть, это на белом есть. Вот я сейчас разверну. А на черном в Италии был логотип Hugo Boss. Какой же обзор без истории и начну именно с красного халата, потому что красный цвет это был цвет Владимира Кличко. Выходил он в нем с 2001 по 2008 год и провел в нем 18 поединков. Впервые в этом халате Владимир вышел на ринг против американца Чарльза Шафарда. Это было в 2001 году, 4 августа. Тогда 25-летний Владимир проводил свой 38-й поединок в карьере и во второй раз защищал титул чемпиона мира по версии WBO. Следующими соперниками Владимира в этом халате становились Франсуа Ботта, Рэй Мерсер, Джамиль Маклайн, Кори Сандерс, Фабио Эдуардо Молли, Дэниел Николсон, Лэймон Брюстер, Деварил Уильямсон, Элизио Кастильо, Сэмюэль Питер, Крис Берт, Кельвин Брок, Рэй Остин, Лаймон Брюстер Реванш, Султан Ибрагимов, Тони Томпсон и в последний раз в Германии в поединке с американцем Хасимом Рахманом. Это было в декабре 2008 года. Черный халат это халат Виталия Кричко и в нем он выходил с 2003 по 2008 год и провел 5 поединков. Дебютным боем для Виталия в этом халате стал поединок против Ленекса Льюиса 21 июня 2003 года. Многие помнят этот поединок, остановленный из-за рассечения. Когда я по телевизору малой смотрел трансляцию, мне сильно запомнился момент, когда Виталий бегал по рингу и кричал слово нет. И вот в 2018 году на съезде WBC в Киеве боксеры обещают провести показательный реванш-бой. Затем этот халат принес удачу украинцу в бою против канадца Кирка Джонсона 6 декабря 2003 года. Тогда Виталий одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Следующий был южноафриканец Кори Сандерс 24 апреля 2004 года, также техническим нокаутом. Британца Дэнни Уильямса 11 декабря 2004 года и также техническим нокаутом. И нигерийца Семюля Питера 11 декабря 2018 года. И тогда вовсе Питер отказался от продолжения боя в восьмом раунде. И последний на сегодня халат это белый халат. Он принадлежал также Виталию Кличко. В нем он выходил на поединки против Ларри Дональда, Уона Бина и Роса Пьюрит. Помните боксерскую историю, болейте за украинских боксеров. Если хотите прийти посмотреть на эти экспонаты вживую, то музей братьев Кличко всегда для вас открыт. А если вам нужна современная экипировка, то все в нашем интернет-магазине f.ua. Подписка, лайк, колокольчик и до новых встреч.